Это ситуация, которая возникла с Леной НРК. Готовы ответить на вопрос? Спасибо, Елена Владимировна. Пожалуйста, Трахманенко. Сергей Володимирович, пожалуйста. Елена Владимировна, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы понимаете последствия принятия вашего законопроекта, или это честно пиаровская такая акция, понимая, что даже, наверное, ваши фракции за нее проголосуют? Объясняю, почему. Слово подрыв промышленности и транспорта. В моем понимании подрыв это что-то подорвать с помощью тратилла или гексогена. Это уже терроризм. Вопросы про развитие промышленности и транспорта, да, они регулируются законами. Наверное, вы понимаете, да, под словом подрыв это неисполнение должностными лицами законов. То есть, допустим, если не исполняется закон о расселении коммуналок до 16-го года, то, начиная от профильного вице-губернатора ниже, нужно сажать на 15 лет, по вашему пониманию. Следующее. Выбившись ослабление государственной власти. Ну, под ослаблением государственной власти можно понимать и личный пример чиновников, наделенный госвласти. Да, если, допустим, дети их не служат в армии или обучаются за рубежом, да, вместо того, ну, после неудачного ЕГЭ, или остаются на постоянном местном жительстве. Ну, трудно представить, да, когда в Советском Союзе, наверное, если были такие случаи, люди не могли находиться у власти. Так что вы хотели все-таки этим законопроектом сделать и объяснить? Очень много вопросов, я уже забыла первое, но поняла только одно, что подрыв, это не взрыв на транспорте, да, все-таки мы должны отличать эти два понятия. Я бы хотела все-таки исторически прийти к тому, что саботаж само по себе, это бездействие, это неделание той работы, которая и приводит, скорее всего, к экономическому кризису или критической ситуации в экономике. Это может быть со стороны, понимаете, исполнительных органов власти, опять же, приведу пример у нас. Если вице-губернатор дает распоряжение своему непосредственному комитету, там, комитет, неважно какой, там, комитет по энергетике или еще что-то, и комитет не исполняет по разным причинам, либо по разным целям, может быть, это цели, понимаете, ваше отношение к либеральной идее или еще к чему-то. Но если он не полняет распоряжение главно стоящего чиновника, и это приводит к экономике, к разрушению экономики, вот здесь мы и говорим о том, что надо применить данную статью. Что касается за рубежом, я не поняла, что значит учение за рубежом, которое подрыв экономики. Что за подрыв экономики, если ты учишься за рубежом? Не поняла. Вот, правда, этого вопроса не понимаю. Спасибо. Макарова, пожалуйста, Алексей Алексеевич. Ирина Владимировна, как мы понимаем, нормы уголовного кодекса тесно связаны с кодексом уголовно-процессуальным, который определяет, кто расследует ту или иную категорию дел, какому суду дело подсудно. Довольно странно, что Вы предлагаете применять уголовный кодекс, но не дополняете уголовно-процессуальный кодекс положениями о том, кто данную категорию дел будет расследовать и рассматривать в суде. Что это означает? Будут ли какие-то специальные военно-полевые суды или, может быть, тройки особые, особые совещания? Разве вы не дополняете процессуальный кодекс специальными положениями? Прекрасный вопрос. Заметьте, что про тройки вы сказали, а не я. И он направлен, опять же, на чиновников. Я не знаю насчет троек, кто будет рассматривать тройками или двойками, но на сегодняшний день, мне кажется, это очень актуально. И процессуальный кодекс, если бы нужно вносить такую терминологию, давайте внесем. Ирина Владимировна, а вот вы вообще представляете, что в теории уголовного права есть кроме объективной стороны преступления, есть субъективная сторона преступления, есть прямой умысел, есть косвенный умысел. Вы вообще знакомы с такими понятиями? Понимаете, значит, субъективная сторона, вы правильно говорите, вы сами ответили на свой вопрос, мне так кажется. Нет, я не отвечал еще, подождите, я даже еще не задал вам. Понимаете, это и есть умысел. Нет. Субъективная сторона, если вы сейчас проверяете на нормы права, то субъективная сторона это умысел. Ирина Владимировна, я ответила на ваш вопрос? Нет. Нет еще. Значит, вот Ирина Владимировна, вот вы в своем законопроекте, да, значит, сложили все яйца в одну корзину, называется. Вот. И, соответственно, споткнулись и их разбили. Значит, почему? Потому что вот вы пишете в пояснительной записке по поводу борьбы с коррупцией. Ну, при чем здесь коррупция и саботаж? Ведь, чтобы вам привлечь человека к уголовной, значит, по статье саботаж, вам нужно доказать, что у него в субъективной стороне преступления был прямой умысел на, там, подрыв или вредительство государству и экономике. Понимаете? И, конечно, никакая коррупция не может, не подходит под понятие саботаж. И точно так же, как вот коллега Трахманенко вам задавал разные вопросы, эти тоже все вещи тоже не подходят под самодач. Задайте вопрос-то. Вы о чем сейчас? Вот, понимаете, очень много слов, а вопроса нет. Я говорю о том, что вы просто не понимаете теорию уголовного права, а пытаетесь нести статью в уголовный кодекс. Вот о чем. Я вообще много чего понимаю. Если вы хотите обо мне личности спросить, пожалуйста. Я вам ответила на вопрос, что считаю, что если у вас есть бездействие, то это и есть умысел по разным причинам. А вот следственные органы будут доказывать, на сегодняшний будет или не будет применяться данная статья о саботаже. Ирина Владимировна, вот я бы хотел немножко уточнить. У вас есть понятие тяжкие последствия, да? То есть, что такое тяжкие последствия? Я понимаю, преступление, да, тяжкие. А что такое последствия, непонятно. Следующий момент. Подрыв. Вот подрыв в какой мере? На сколько там процентов? Или в рублях? Или в граммах? Ослабление власти. То есть, понимаете, у вас критериев нет, оценки. Поэтому вот как вы собираетесь, представляете, расследовать вот это преступление? Как оценивать? Что такое тяжкие последствия? Ну, у нас же оценивается на сегодняшний день халатность, да? Оценивается также, к чему она приводит, к каким экономическим последствиям она приводит. К тяжким, либо не к тяжким последствиям. Это все решает уголовный кодекс в рамках, кстати, судебной суда. Пожалуйста, Василий Иванович, Андрей Валентинович, вам слово. Ирина Александровна, а вы не подскажете? Владимировна. Владимир, я прошу прощения. Да, ничего страшного. Ирочка, прошу прощения. Вы не знаете ли вы подготовленной фракцией КПРФ следующий законопроект, законодательная инициатива о организации чрезвычайной комиссии? Хорошо, мы примем. Потому что, мне кажется, что вы перепутали эпоху. Эпоху перепутали. Сейчас 2015 год, а не 1917. Или это ваш такой вот ход рекламный, чтобы пропагандировать позицию КПРФ? Я вижу, понимаете, я вот не вижу здесь рекламного хода, и здесь вот нет действий. Не прямой. Потому что серьезным, Ирина Владимировна, серьезным вопросом нельзя назвать. И без улыбки это слушать нельзя. Я вот еще удивляюсь своим коллегам, они вам какие-то вопросы задают умные. Представляете ли вы, как правоприменение этого закона. На самом деле это клоунада. В чистом виде, да. Спасибо. Так я не поняла, вопросов не надо. Это была просто речь, была речь к Ирине Александровне, я поняла. Спасибо. Коллеги. Будет. Коллеги, внимание. Будет. Черных. Андрей, Черных. Андрей Николаевич, пожалуйста. Ирина Владимировна, Ирина Владимировна, я здесь. Это я вижу вас. Хорошо, пришел. У меня вопрос, связанный со следующим. Когда... Я нажимаю. Когда вы готовили этот законопроект, не смотрели ли вы историю развития нашего уголовного права, а именно до периода 1953 года, это уголовный кодекс, видимо, 1936 года, где была статья 58 с многочисленными примами, по-моему, 28 прим там было, 28 отдельных таких составов. У вас только первый. Эта статья 58, она звучала как контрреволюционная деятельность. И дальше расшифровывалась, в какой форме была эта контрреволюционная деятельность. Та самая статья 58. Было ли в тех редакциях уголовного кодекса также формулировка саботажа? Не изучили ли вы этот вопрос? И было ли в нашей истории, истории России уже статьи по саботажу, именно вот с таким составом преступления? Не изучили ли вы этот вопрос? Значит, изучали вопрос вообще уголовного кодекса, да, по поводу саботажа. Не было такой статьи. И вообще мы историю изучали саботажа как таковую. И пошли от Франции, потому что саботаж это французское слово, как вы помните. Это не исполнение своих прямых обязанностей. То есть не делание определенной работы. Спасибо. Спасибо, Ирина Владимировна. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Максим Львович Резник записался для выступления.